здравствуйте друзья все кто смотрит мои видео по теме home assistant знает что я часто использую различные объекты на платформе template шаблонов чаще всего это сенсоры и бинарная сенсор но ими возможности платформы не ограничиваются и в этом видео мы поговорим про шаблонные светильники template light если тема умного дома вам интересно мои видео помогают ее изучать подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео тогда его смогут найти больше людей также вы сможете поддержать развитие моего канала ставь его спонсором либо подписавшись на один из донат сервисов ссылки в описании сразу покажу на живом примере как можно использовать этот объект слева сверху находится виртуальный светильник остальные настоящие физически любые изменения его параметров включение выключение яркость цветовая температура и цвет тут же синхронно меняются и на физических это облегчает и управление и применение в автоматизациях начнем в отличие от сенсора вебинарных сенсоров для которых если говорить о новых правилах синтаксиса определена общая платформа template другие объекты по крайней мере на дату этого видео создаются в рамках своих доменов поэтому начинаем со строки light объявляем домен светильников далее объявляем платформу template и затем открываем список светильников если вы будете создавать несколько виртуальных светильников то эта часть общая для всех а с этих строк начинается описание конкретного объекта техническое имя я назвал его virtual системе он будет виден как light virtual далее идет дружественное имя которое будет выводиться в интерфейсе этот блок содержит шаблон для определения статуса светильника тут можно использовать разные варианты но в данном случае наиболее логичным мне показалось ориентироваться на статусы тех светильников которыми я хочу управлять причем тут оператор and то есть все должны быть включены эта часть отвечает за отображение иконки создаваемого объекта иконка может быть статической а может как в данном примере изменяться в зависимости от состояния светильника следующая часть как видно по названию это те действия которые происходят при включении нашей виртуальной лампочки тут используется стандартный сервис включения светильников далее перечислены все светильники которыми мы хотим управлять еще я передаю параметры включения в частности цветовую температуру и яркость таким образом их статусы сразу синхронизируются это свет по умолчанию параметры можно и не указывать тогда то как они будут включаться зависит от их собственных настроек раздел выключения тут по аналогии вместе с выключением виртуального светильника будут выключаться и все физические в принципе этого уже достаточно для работы виртуального светильника но в этом виде будет синхронизирована только включение выключение поэтому рассмотрим остальные параметры светильников начнем с основного яркости в данном случае яркость виртуального светильника устанавливается по одному из тех которыми мы будем управлять так как сразу при включении как мы помним их статусы синхронизируются какой из трех светильников это будет не имеет значения для лучшего понимания покажу редактор шаблонов какой результат возвращает этот запрос это текущее значение яркости в шкале от 0 до 255 сейчас выставлен максимальный уровень далее следует блок который активируется при изменении яркости на виртуальном светильнике в данном случае он вызывает сервис передающий нашим светильникам установленное значение яркости следующий блок отвечает за синхронизацию цветовой температуры цветовая температура это параметр белого света он изменяется от теплого желтого до холодного белого логика работы тут совершенно идентичная яркости шаблон смотрит значение соответствующего атрибула одного из светильников обычно цветовая температура обозначается в градусах кельвина например 2700 теплый желтый и 6500 холодный белый но в атрибутах используется своя цифровая шкала значение которой и возвращает этот запрос за ним следует блок который активируется при изменении цветовой температуры и присваивает установленное значение на виртуальной сущности физическим светильником если ваши светильники имеют режим цветного освещения то конечно же нужно синхронизировать и его для этого используем шаблон запроса значение атрибута цвета здесь надо брать значение hs hue saturation соответственно этот шаблон возвращает два значения 1 это оттенок 2 это насыщенность логика блока который реагирует на изменение цвета тут аналогичное уже рассмотрено но так как тут не одно а два значения то немного отличается шаблон по которому происходит установка цвета на управляемых светильниках некоторые светильники например елайт именно на таких я экспериментирую в этом уроке могут использовать световые эффекты которые тоже можно синхронизировать для этого используем шаблон который получает их перечень снова же из атрибутов результат который возвращает шаблон довольно объемный представляет собой список всех поддерживаемых эффектов интересный момент в ходе тестов я пробовал вставить место шаблона уже готовое значение просто скопировав его прямо отсюда по логике разницы быть не должно по сути это одно и то же но если использовать текстовый перечень проверка показывает ошибку зачем я хотел использовать текст скажу чуть-чуть далее кроме списка эффектов тут есть еще значение текущего эффекта вот тут можно вместо шаблона использовать текст далее логика повторяется при смене эффекта на виртуальной сущности значение установленного эффекта передается всем управляемым светильником и вот вернемся к вопросу зачем я хотел вставить перечень эффекта в виде текста это нужно в тех случаях когда весь список вам не нужен и вы хотите оставить только определенные либо если по какой-то причине на управляемых светильниках не все эффекты совпадают проблему удалось решить создав дополнительный объект выпадающий список в котором я перечислил те эффекты которые мне были нужны на виртуальном светильнике и далее в строке списка эффектов я уже обращаюсь не к атрибуту светильника а к атрибуту выпадающего списка получая только те эффекты которые в нем прописаны строку эффекта можно оставить как в предыдущем варианте но для примера я тут тоже применил шаблон текущее значение выпадающего списка который кстати тоже можно использовать как элемент управления и вот пример работы созданного нами светильника который объединил себе сразу три физических у меня это две цветные подсветки для потолочных люстр и цветная же лампочка которая стоит за телевизором и используется в качестве фоновой подсветки студии в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Еще один кейс для этой сущности, который использую лично я, применяется для светильников, где реализован алгоритм контроля включения. Подробнее про них я рассказывал в своих блогах, ссылка в описании под видео. Кратко напомню в чем он заключается. Имеется четкий перечень событий, в данном случае это нажатие на один из пяти физических выключателей и одну виртуальную кнопку. В результате которых срабатывает некая виртуальная сущность, тут это бинарный сенсор. Еще раз уточню, это один из вариантов такого алгоритма, существуют и другие, подробнее о них в моих блогах. В этом активируется бинарный сенсор и через 2 секунды он выключается. Проверка заключается в том, что специальная автоматизация следит за светильником, если он включается. А контрольный сенсор, который работает 2 секунды как раз для того, чтобы успешно прошла проверка, в этот момент выключен. Значит светильник включен неправомерно, например после восстановления питания, это наиболее часто встречающийся случай. И в этом случае он выключается. Алгоритм работает хорошо, но имеет свою обратную сторону. При попытке включить люстру из интерфейса, у вас ничего не получится. Кнопкой пожалуйста. Можно только выключить. Включить нет, это касается и альтернативных интерфейсов типа Home Habit, про которые я тоже рассказывал. Поэтому для вывода в интерфейс, как стандартный Lovelace, так и любые альтернативные, я использую виртуальную сущность. В этом примере ее статус синхронизируется с реальной люстрой. В блоках включения и выключения вызывается сервис нажатия на виртуальную кнопку, которая входит в перечень разрешенных событий. И для этого кейса достаточно синхронизации яркости и цветовой температуры. И для управления через интерфейс используется уже виртуальная люстра, работа которой не противоречит алгоритму проверки корректности включения. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать развитие моего канала, это можно сделать став его спонсором, либо подписавшись на один из донат сервисов, ссылки в описании. Также я веду и телеграм-канал, освещающий тему умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. Все необходимые ссылки на текстовые файлы, ресурсы, устройства, другие видео по этой теме ищите в описании. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok